Девушки отдыхают Придумали план, как развести на деньги доверчивых, одиноких женщин. Настоящий брачный аферист сегодня в суде. И после этого они спрашивают, почему я иногда начала выпивать. Это просто потрясающе. Вы оба меня предали. Один любимый человек сначала предал, потом человек, которого я вырастила. Бывшая мачеха не хочет съезжать из дома принадлежащего падчерица. Женщина пьет, угрожает ножом. Возможно ли выселить ее через суд? Был бы секс еще нормальный. Ты что? Ты вообще что ли? Как тебе вообще не стыдно такое говорить? Ради секса с религиозной фанатичкой мужчина женился на ней. Но развестись не так просто. Ведь религия запрещает разводы. Что делать? Истец просит признать за ней право собственности на квартиру. Ответчик иск не признает. Слушаю вас, истец. Добрый день, ваша честь. Я стала жертвой мошенника. В 2017 году я познакомилась с Мельниковым Сергеем Александровичем. Мне понравился этот мужчина, я увлеклась. А еще меня тронула очень его беда, которая у него произошла. У него умерла от рака жена. Ну вот у меня тоже свое горе. В 2015 году у меня пропал сын без вести Сергей. Ему 18 лет. И Мельников мне обещал помочь в поисках моего сына. И как бы вот на этой почве мы как-то друг друга понимали. Я ему увлеклась. И в 2017 году он мне предложил выйти за него замуж. Я вышла за него замуж. Но вот мы начали жить вместе. И потом он мне вдруг предложил, давай займемся бизнесом. Будем разводить племенных свиней. И продавать через его сестру Дорину Наталью. Ну так как у меня еще отец болел, он потом умер. И уже меня ничего вообще не держало в городе. Ни сына, ни отца. Осталась вот его квартира и моя квартира. И я решила, на его уговоры поддалась продать эти две квартиры. И купить дом в деревне. Какие уговоры? Ты сама все время продала в деревне. И я купила дом вместе с ним за 500 тысяч. Вот на эти деньги с квартиры. То есть вы продали свою квартиру? Да, свою квартиру. А ответчик продал свою квартиру? Нет, он не продал. Я продала две квартиры отца моего, который умер у меня. Два миллиона квартиры моей отца. Миллион я за миллион продала. Все, у меня документы есть. Свидетельства о праве, ну, о продаже. А вашу квартиру за два миллиона? Да, за два миллиона. И купили дом под Псковом. Такой старый деревенский дом за 500 тысяч рублей. Мы начали жить какое-то время в этом доме. И потом он мне сказал, что пора вот ехать этих племенных свиней где-то покупать. И купить еще машину, чтобы на чем их возить. Газель. И я ему дала 700 тысяч. Дала ему 700 тысяч. Да, да. И он поехал покупать этих свиней. И еще прихватил остальную сумму денег, которая оставалась с продажи квартиры. Миллион восемьсот. Он знал, где эти деньги лежат. И он прихватил эти деньги. Плюс ко всему прочему, он еще взял, украл мое золото. И главное, все это взял и пропал. И я поехала его искать. Потом приехала я в полицию. Ну, сразу поехала в полицию. Заявила, что меня обокрал он, Мыльников. А мне в полицию отказали, потому как он на тот момент был моим мужем. И я с ним развелась потом. Вот у меня свидетельство о расторжении брака. Поехала искать его тогда к этой Дориной. Я приехала туда. Мне сказали вообще люди, что он, оказывается, с этой Дориной сожительствовал с 2015 года. Он со мной жил. Она не сестра, что ли, ему? Она ему не сестра. И жены, кстати, у него, которая раком болеет, оказывается, никакой не было. Он просто меня развел. И жил со мной и с этой вот Дориной жил. Они аферисты. Потом выяснилось, что как раз вот эти деньги, которые он у меня украл, он потратил на имя этой Дориной, купил квартиру ей. Лида, какие деньги? У меня свои деньги. Не было у тебя своих денег. Он полностью меня обокрал, полностью до нитки, ободрал меня полностью. Оставил ни с чем. Еще с ней жил эта мерзость, противно все это. А почему вы брак расторгли, а не ставили в суде вопрос о признании брака недействительного? Ну я вот развелась с ним, и все, у меня есть документы. И смысл уже вот это все, про это говорить, я хочу вернуть. Потому что выбранный вами способ защиты права имеет значение. Вам надо было пойти к юристу, к адвокату и проконсультироваться. Как вам быть в таком случае? Знаете, я вот в этом во всем, то, что я все потеряла, да, и сына нет, и денег ни копейки, что он меня ободрал, вот так обманул. Ну я вот таких вот наделала, конечно, каких-то неправильных вещей. Ну а что мне оставалось делать? Пойти к адвокату. Ваша честь, примите какие-нибудь меры, чтобы мне вернули эту квартиру, или они отдали мне деньги. То есть вы сейчас просите признать за вами право собственности на квартиру, которая приобрела вот эта Дорина Наталья Максимовна. Дорина, да, он ей на ее имя. Как вы считаете, на ваши денежные средства? Я не считаю, я в этом уверена, потому что он знал, где у меня эти деньги лежат, оставшаяся сумма, она должна была пойти на всякие постройки, вот этих свиней там все разводить. Вы остались в этом доме в Пскове? Да, я осталась в этом доме в Пскове, без квартир, без денег. Так, пожалуйста, ответчик, ваше отношение к иску? Ваша честь, как видно из документа, я предстраиваю интересы Дориной Натальи, и вообще не понимаю, что здесь происходит. Все ты понимаешь прекрасно. Тут иск о каких-то деньгах, у меня есть свои деньги, есть свои сбережения, у меня свое дело. Откуда они у тебя? Нет у тебя их. Кем вы работаете? У меня есть своя компания, мы сами шьем одежду, сами ее производим, поэтому я сам вполне нормально зарабатываю. После того, как у нее пропал сын, она стала очень часто мотаться и по храмам, и по каким-то гордалкам, по каким-то там колдунам, я не знаю, сектам. К колдунам я не ходила, с чего ты взял? Не хожу я, я в церковь ходила, а по колдунам нет. Скорее всего, там где-то ей нужно искать ее 2,5 или сколько там миллиона, на сколько она. Квартира же, это Наталья, куплена мною, я это и не отрицаю. Чем можете подтвердить? Ничем. Если нужно будет, я также соберу справки и все, что касается о своем доходе, о том, что у меня хорошая стабильная компания, я имею стабильный доход, и мне эти 2,5 миллиона абсолютно не нужны. Скажите, а зачем вы женились на институте? Потому что деньги хотели мои все забрать. Вы знаете, в свое время я встречался с Натальей, но потом разошлись с ней, ну и может быть назло на тот момент я не решил что-то сделать. И, ну как-то видя на улице, идя на улицу, встретил вот женщину, которая так была немножко не в себе, ну и можно сказать, что на зло. Я была не в себе на улице, мы по интернету познакомились. Какой интернет? Я в интернете бываю только по делам бизнеса. Да, конечно, вот по бизнесу. Ерунду какую-то говорят. И там ты был в этом интернете. Как вот он врет, понимаете? И все дошло до свадьбы. Я по улице не знакомлюсь, что я 20-летняя, 15-летняя девочка. И потом вот началась вот эта какая-то ерунда. Не сочиняй на ходу. Ваша честь, посмотрите на меня, где свиньи и где я. Я могу заниматься с кем-то там хозяйством. Не вынуждайте меня комментировать то, что вы сказали. Поэтому я еще раз говорю, эти деньги я заработал сам. Какие эти деньги вы заработали сами? На которые была куплена квартира. Еще раз я вам хочу продолжить ситуацию, если она меня не будет перебивать. То есть вы хотите сказать, что квартира для Дориной Натальи Максимовны была приобретена на ваши денежные? На мои, на мои деньги. Просто я хотел, как бы это сказать, загладить перед ней вину. Вы должны были подготовиться к судебному заседанию и представить суду доказательства. В частности, на какие денежные средства была приобретена квартира. Вы знаете, я не особо разбираюсь в процессуальных делах, поэтому... Зато я разбираюсь в процессуальных делах. Если нужно будет, я предоставлю эти документы, и то, что у меня стабильный доход, и то, что могу приобрести квартиру. Вы не подготовились к судебному заседанию, и вы закончили ваше выступление. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. И после этого они спрашивают, почему я иногда начала выпивать. Это просто потрясающе. Вы оба меня предали. Один любимый человек сначала предал, потом человек, которому я вырастила. Мачеха, которая держит в страхе весь дом. Это не сюжет сказки, это реальность. Сможет ли патчерица через суд отстоять свои права и начать мирную жизнь? Был бы секс еще нормальный. Мужчина хочет развестись с женой, так как устал жить по домострою. Но на защиту женщины пришел ее старший брат, который угрожает убийством бывшему родственнику. Суд оглашает решение. Иск о признании за истицией права собственности на квартиру, приобретенную ответчицей, оставить без удовлетворения. Также суд отказывает в удовлетворении иск об истребовании ювелирных изделий из чужого незаконного владения. Суд выносит данное решение. Не признает за истцом право собственности на спорную квартиру, так как утверждение истца, что квартира была приобретена ответчицей на денежные средства, похищенные у истицы бывшим мужем, не является основанием для прекращения у ответчицы, а у истицы для приобретения права собственности на данную квартиру. И суд выносит данное решение на основании статьи 218-235 Гражданского кодекса Российской Федерации. Также суд отказывает истицы в иске об истребовании ювелирных изделий из чужого незаконного владения, так как доводы истицы не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Гражданский суд не проводит уголовного расследования по обстоятельствам, изложенным в исковом заявлении. В судебном заседании установлено, что истец обращалась в полицию с заявлением о хищении ее ювелирных изделий и денежных средств. Имеется отказ в возбуждении уголовного дела. В то же время, исследовав все обстоятельства по делу, выслушав объяснение истца и представителя ответчика, суд находит необходимым направить частное определение правоохранительные органы, в том числе и в прокуратуру, и в полицию с опостановкой вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 59 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно мошенничества. Суд полагает, что в действиях ответчика и его представителя могут иметься признаки преступления, а именно мошенничества. Поэтому суд выносит частное определение, и вашим делом будут заниматься правоохранительные органы более тщательно. Замечательно. Понятно? Спасибо. Дело закрыто. Прошу всех встать. Да улыбался. Решение суда. В иске отказать. Хоть суд и не удовлетворил мое дело по моему иску, но я очень благодарна, что дело передано в прокуратуру. Буду нанимать адвокатов. Что ж, я уверен, они поставят Литке голову на место. Истец хочет выселить бывшую мачеху. Ответчик иск не признает. Так, пожалуйста, истец, слушаю вас. Ваша честь, я нахожусь в очень трудной жизненной ситуации и прошу вас выселить мою бывшую мачеху из моего собственного дома. А что это он только твой собственный? Он и мой собственный? Моя мама умерла очень рано, когда мне было 10, и первое время за нами ухаживала бабушка. Когда мне исполнилось 15, мой отец женился на Ирине. На ответчице? Да, да. И она оказалась ужасной мачехой, просто отвратительной. Не стыдно врать-то? Неблагодарная. Она постоянно меня оскорбляла, унижала, поднимала на меня руку, выкидывала мои вещи, мою косметику, не разрешала общаться с друзьями. В 20 лет я вышла замуж, и отец сделал добрый жест и подарил нам дом, мне и моему мужу на свадьбу, в котором мы вместе жили и живем. Весь дом? Да, да. И непонятно зачем в договор вписал Ирину. Ну, направо на то, что мы можем там жить, проживать и пользоваться домом. Через три года они развелись, и отец переехал жить к новой жене. И Ирину оставила жить с нами. Она просто съехала с катушек, она начала пить, звать своих друзей-алкашей в этот, в мой дом. У меня нет друзей-алкашей. Конечно. Постоянно они там бухают, из дома пропадают вещи, телевизор, магнитофон, золотые украшения. Вещи только мои. Мои вещи. Ответчик. Ну, невозможно это... Это лошадь, да? Невозможно выйдет из коридора. Что ты все время лезешь? Да, это ей сказать нормально. Я пыталась с ней поговорить, решить как-то мирно проблему, но она меня не слушает. Вот у меня есть все здесь. Протоколы. В связи с чем вы вызывали полицию? Ну, потому что вечные пьянки, депоши устраивают. В связи с нарушением общественного порядка. Да. Были составлены протоколы. Конечно, все у меня здесь есть. Больше нести что... Привлекалась ответчица к административной ответственности? Потому что, ну, прописано, что она же там живет. Потому что это были левые вызовы. Угу. Так. И нам ничего не оставалось. Мы скитались по углам с моим мужем. Ночевали у друзей. Но недавно я узнала, что беременна. И я не могу подвергать риску свое здоровье и своего малыша. Поэтому вернулись обратно. И поэтому я прошу, чтобы Ирину... Она съехала из моего дома. Так как я ведь не выгоняю ее на улицу. Ей есть куда съехать. У нее есть квартира, где живет ее мать. Поэтому я прошу снятие с регистрированного учета и оставить меня в покое. И в связи с этим вы просите частично признать недействительным договор дарения. Да, ведь он был составлен, когда она была женой моего отца. А сейчас обстоятельства изменились. Она никто. Получается, просто человек живет в моем доме. Неблагодарная. Угу. Так, пожалуйста, ответчик. Слушаю вас. Спасибо, Ваша честь. Ну, во-первых, я считаю, что оснований у юстиции выгонять меня из моего собственного дома, в котором у меня есть постоянная регистрация, на пожизненное. Пожизненное право пользования этим домом никаких нет. Да по глупости я сделал тебе это пожизненное. Это неважно, по какой глупости или не глупости кто-то это сделал. Факт есть факт. У меня есть постоянная регистрация в этом доме. И в дарственной, которую подписывал мой тогда еще муж, нет никаких оговорок, что это только на время нашего брака. Поэтому неважно, какие обстоятельства изменились у истца, у меня ничего не изменилось в этом отношении, в отношении моего проживания. А что касается моего якобы квартиры, о которой говорит истеца... В которой ваша мама проживает? В которой проживает моя мама, да. Ну, у меня номинально есть там доля, но эта квартира... Что значит номинально есть доля? У вас там есть доля или там нет доли? У меня там есть доля, но это квартира барочного типа. То есть там без меня на данный момент проживает пять человек. Одна треть у вас там? Да. Так это ведь не мои проблемы, почему я должна вас терпеть? Вы разъединись моим акцентом, вы мне никто. Я с иском категорически не согласна. Более того, в этот дом, в котором я сейчас живу, который мой в восемь лет, я в него в восемь лет вкладывала сил и деньги. Я делала там ремонт. Какие силы ты вкладывала в этот дом? Прекращаем участвовать. Там все было нажито вместе в браке, когда мы находились. Тем не менее, я вкладывала свою зарплату и в трубы, и в сантехнику, и в декор. Ваша честь, она лукает. Скажите, какой у вас доход? Кем вы работаете? Я работаю бухгалтером. Доход у меня около 30 тысяч. Вы несете расходы за дом сейчас? Да, конечно, коммунальные платежи мы делим. Нет. Чем можете подтвердить стороны? Ну, у меня, на самом деле, я не знала, что это нужно будет как-то подтверждать, и никаких документов я с собой... А истец предоставила платежки. Платит полностью она за весь дом. Но платежка, так как на нее дом зарегистрирован официально, то платильщик основной она. Но деньги я вношу вместе, я даю ей эту часть денег наличными, а уже как она расплачивается с ними? Бумажные. То есть письменных доказательств у вас не имеется? К сожалению, нет. Не знала, что окажусь в такой ситуации. Пожалуйста. Но вы же знали, что суд будет. Могли подготовиться. Повесла на шее у девчонки. Третье лицо. Пожалуйста. Я слушаю вас. Ваша честь. Кем вы приходите с сторонам? Ну, значит, Татьяне я прихожусь отцом. Так. Это вы подарили дом. Сергею Владимировичу, да. Вы подарили дом. А ответчику я прихожусь бывшим мужем. Бывшим мужем? От которого ты сбежал к ш... Да какой ш... у тебя есть доказательства для этого? Такая ш... весь на риск не спал. Ты совсем на риском разговаривал? Совсем на риском разговаривал. Да, молодец. Ваша честь, извините. Мне вообще дико неудобно в этой ситуации именно перед дочерью. За все, что так вышло. А передо мной нормально? А перед тобой мне что отчитываться? Мы с тобой чужие люди. То есть ты мне чужие люди? Восемь лет в браке жили? Мы сейчас с тобой чужие люди, Ирина. Это прекрасно. Нас ничего не объединяет с тобой. Прекрасный человек, а знал меня восемь лет назад. Ирина, вы можете дать ему слово? Так вот, когда я прописывал право пользования для Ирины в договоре дарения дома моей дочери, я понятия не имел, что моя жизнь так вообще лихо повернется. Что же поделать? В жизни есть жизнь, и все сложилось именно так. Поэтому я прошу тебя... То есть почему вы вписали пункт о пожизненном проживании ответчицы в этот договор? На каком основании? Чем вы руководствовались? Я на тот момент надеялся, что мы все-таки будем одной семьей жить, дружной. И я, можно сказать, ну, не верил своей дочери о том, что Ирина такая все-таки плохая. Мне казалось... Ну, что значит, Ирина такая плохая? Вы с ней жили, вы взрослый человек, в конце концов. Ну, вы поймите... Причина развода какова? Ну, причина развода простая, видимо. Я встретил любовь в своей молодости и понял, что все-таки мне там будет лучше, чем здесь. Вот. Здесь постоянная гнобежка, постоянно вот это вот... То есть вы плохо жили с вашей бывшей женой, да? Не сказать, что вы плохо. Ну, и нехорошо в тот же момент. То есть не плохо, не хорошо, но я монстр. А никто тебя не выставляет монстром. Нет. А кашкой выставляют. Нет, я ни разу не сказал, что с кашкой выставляют. А вы можете подтвердить, что ваша бывшая жена злоупотребляет спиртными напитками? Ну, это лишь со слов. Это имеет место быть? Или вы не знаете об этих обстоятельствах? Это только со слов. Только со слов. Только со слов Татьяны. У меня есть документы, по которым там все прописано. Там ничего не прописано. А участковый перестал к тебе приходить. Все там написано. Потому что устал по ложным вызовам ездить. Да, конечно. И забил на тебя. Правильно? Отвечу. Но здесь нигде не написано в документах, что вызовы ложные. Просто фиксируется сам факт. Вызовы и описывается ситуация. Так он перестал просто ездить. Что-то еще желаете добавить? Да, я хотел бы попросить Ирину. Точнее, даже я тебя умоляю. Съедь из дома, пожалуйста. Оставь молодых в покое. Зачем ты лезешь в ихнюю жизнь? Я в ихнюю жизнь не лезу. Не мешай детям жить. О чем ты говоришь? Ваша честь. Ты знаешь все со слов этой прекрасной девушки, в которую я вложила столько силу дышать и получила в нож спину. Хорошо. Теперь я выслушиваю это от тебя. И после этого они спрашивают, почему я иногда начала выпивать. Нет, это просто потрясающе. Вы оба меня предали. Один любимый человек сначала предал. Потом человек, которому я вырастила, буквально. Ваша честь, можно мне добавить? Да, я вырастила. Ты не благодарна. Строгое воспитание не есть плохое воспитание. Что такое воспитание? Какое там воспитание? Приличная женщина, у тебя есть муж. Во многом моя. Да что ты. Часть, конечно. Слава с гопниками. У нас третье лицо что-то хочет сказать. Ваша честь, могу я добавить? Все-таки, когда я подписывал договор дарения, вот прописывал его часть, да, я сам предоставил, ну, вот, право пользования на тот момент моей еще жене, вот. Так могу ли я сейчас вот при вашей помощи там обратиться, чтобы отменить этот пункт в договоре дарения? Ведь обстоятельства поменялись, мы же тогда были семьей. Так ваша дочь обратилась, как раз с этим требованием. Да, ведь мы же тогда были семьей, сейчас мы абсолютно чужие люди. Я только сейчас прозрел и понял, Ира, насколько все-таки ты жестокая женщина. Ты прозрел? А я постоянно тебе об этом говорила. Я хочу единственное попросить прощения у своей дочери. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Был бы секс еще нормальный. Да что, ты вообще что ли? Как тебе вообще не стыдно такое говорить? Ради секса с религиозной фанатичкой мужчина женился на ней. Но развестись не так просто. Ведь религия запрещает разводы. Что делать? Ну что, выставили из меня монстром-то, а? Смотри на меня в глаза. Да хватит, смотри, успокойся, сейчас ты уже. Ты судьбе находишься. Давай ты уже будешь... Вот ей рассказывай, что ей делать. Как ей делать? Когда ей делать? Прошу садиться. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить в полном объеме, признать частично недействительным договор дарения жилого дома, исключить из договора дарения обязательство истицы о предоставлении ответчице по жизненному праву пользования в принятом в дар доме, прекратить право пользования ответчице в жилом доме и выселить ее из спорного дома и снять с регистрационного учета по месту жительства. Суд постановил данное решение по следующим основаниям. По договору дарения даритель передает безвозмездно принадлежащее ему имущество в собственность другого лица, то есть одаряемому. Это предусмотрено статьей 572 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор дарения является безусловным договором, то есть договором дарения даритель не может возложить на одаряемого исполнение обязанности в отношении иных лиц, то есть в отношении третьего лица. При передаче имущества в собственность другого лица, возложение на данное лицо обязанности в отношении третьего лица возможно при заключении договора ренты, что предусмотрено другой статьей Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно статьей 596. Также обязанность в отношении третьего лица может возложить на наследников завещатель при составлении завещания. В данном случае бывший собственник дома, передавая истице в дар жилой дом, возложил на нее обязанность предоставить ответчице в период ее жизни право пользования жилым домом. Данное условие не соответствует требованиям закона. Поэтому договор дарения в части обязания истицы предоставить право пользования домом суд признает недействительным именно в этой части на основании статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Исходя из того, что в данной части иск удовлетворен, удовлетворяются и остальные исковые требования, суд прекращает право пользования ответчицы в доме, принимает решение о ее выселении и снятии с регистрационного учета. Но при этом суд предоставляет отсрочку исполнения решения на три месяца после вступления решения в законную силу. Данное решение постановлено на основании статьи 292, часть 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. А также с учетом требований статьи 35-й, часть 1-й Жилищного кодекса Российской Федерации, так как право пользования ответчицы в жилом доме прекращено по решению суда, то, соответственно, она обязана освободить жилое помещение и подлежит выселению и снятию с регистрационного учета. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я надеюсь, что Ирина съедет раньше, чем через три месяца, и мы больше никогда с ней не увидимся. Ну что ж, и так бывает. Годами о ком-то заботишься, любишь, а потом оказываешься на улице как ненужная вещь. Истец требует расторгнуть брак. Ответчик заявляет, что не может расторгнуть брак по религиозным убеждениям. Истец, я вас слушаю. В общем, ответчик, как вы поняли, моя жена, к сожалению. Так получилось, что где-то полгода назад мы поехали летом в деревню. Мы это кто? Мы с товарищами. Восстанавливая памятник архитектуры был. Мы как волонтеры поехали. Развлечение у нас такое, скажем, хобби. Там, собственно говоря, с ней познакомился. Ну, молодая, красивая, яркая. Ну, чего не познакомиться. Познакомились, у нас чувства заиграли. Ну, решил ее с собой в город забрать. Я предложил, она согласилась. Мы приехали в город, там и поженились. Думал, нормально все будет. Хоть баба со странностями, конечно, всегда была. Это сразу чувствовалось. Но думаю, пока в деревне живет, ну, понятно, на нее все это давит. Приедет в город, социализируется с людьми нормальными, пообщается из своей среды вырвется. Но не пошло дело. У них какой-то клин, походу, местный, деревенский. После девяти домой не приходи. Домой друзей не приводи. Что значит не приходи? Совсем не приходи? Не, приходи, только не опаздывай. Придешь чуть позже... Позже девяти нельзя приходить. Все правильно. Я думала, что все семьи так живут. Во-во-во-во. Чуть позже опоздаешь, придешь, и начинается сопли, слезы, скандал. Это ладно. С друзьями домой не приходи, потому что мой дом, моя крепость. Хотя это мой дом, ваша честь, моя крепость. Ну, мы с тобой семья. Да, это и мой дом тоже. Я там жил, квартира записана на меня, она была моей до брака, и ей таково, в общем-то, является. Далее. Пиво не пей. Я не алкоголик, не надо сейчас рассказать. Я не алкоголик. А вот с этого все начинается, ты понимаешь? В пятницу пиво для меня святое выпить бутылочку. Вот начинается все вот с этого пива в пятницу. И ты тут не только по пятницам пив. На порядке просто помешана. Так не хлади, сюда не ходи. Она меня учит носки складывать. Складывать носки. Меня в моем доме. Нормальный человек? Смотря куда вы их складываете, пока ее не было в доме. Бросаете под кровать? В углы ставят. Да, да, в углы. У меня все в шкафчиках, все ровно, но на своих местах, там, где мне нравится. Потому что я, повторяюсь, это мой дом. В общем, в итоге я, имея свою собственную квартиру, вынужден сейчас, уже в течение месяца, жить у своей подруги, с которой у нас вроде как новые отношения, уже любовь начинается. Так вот в чем дело-то? Дело-то не в носках. Да дело не в носках. Я бы с ней рад был бы жить, да? Но это же невозможно терпеть, серьезно. В общем, я вас прошу нас развести. Я согласен на раздел имущества нажитого в браке. А что вы нажили? Да ничего мы не нажили. А тогда с чем вы согласны? Да хоть пусть все забирают. Потому что какой-то сервиз мы покупали, тарелки, кухонный комбайн. Правда, не знаю, нафига он не нужен. А все наши ничего не делают. Вот. В общем, главное, чтобы квартиру освободила. Остальное мне не важно. Чтобы вы переехали туда с вашей новой девушкой, да? Да, чтобы туда я переехал. С кем это уже мое дело, там уже разберемся. Я хочу вернуться в свою квартиру и не жить там на стороне при своей квартире. Вот и все. А зачем вы девушку из деревни-то взяли? Вот именно. Вы думали, что у вас будет? В маникюрные салоны ходить? Думал, что да. С чего вы это? Если она в деревне выросла, у нее другой менталитет. Вам не пришло это в голову? И чем деньги тратить вообще на это? Менталитет не менталитет. Мы живем же в нормальной, адекватной стране. Мы не где там в горах живем. Все живут как люди. Я надеялся, что она приедет в город, увидит, как живут люди и будет жить как люди. Но нет. Я какого времени вы состояли в браке? Сколько времени стояли в браке? Ну, до сих пор состоим. Полгода уже. Шесть месяцев? Да, я так. И за шесть месяцев вы поняли, что вам такая жена не подходит? Да я быстрее понял. Я же говорю, последние месяцы я уже вообще живу отдельно. Я два-три месяца продержался максимум. Она мне за два-три месяца так голову вынесла. Понятно. Ответчик, слушаю вас. Вы согласны с расторжением браке? Нет, Ваша честь, я не согласна. Я категорически протестую. И вообще он меня испортил. Я просто имею в виду, что мне очень стыдно говорить, но этот человек, он лишил меня невинности. Какой ужас. И стой, а куда я сейчас пойду? Кому я сейчас нужна буду разведенка? Слушай, девочка Просковья и Подмосковья. 21 век на дворе. Просковья, ты что, издеваешься, что ли? Я из Костромской области. Тебе не стыдно вообще, что ты меня оторвляешь здесь? Да кому какая разница? Сейчас речь не об этом уйдет. 21 век. Вот именно, Ваша честь, дело в том, что я не просто в деревне выросла. У меня отец, он очень строгий, очень строгих правил. И нас, у нас большая семья, нас воспитывали по домострою, по обычаям 17-18 века. И я считаю, что это правильно. И все люди должны жить вот так вот. И для меня брак, это очень важно. Вот она и дома домострою строила, только почему-то мужиком себя не я чувствую. Это правильно, так все должны жить. Нам Бог так завещал, чтобы все жили по домострою. И вообще мой отец, он изначально был против ИСЦА, но потому что они все вот городские, вот эти вот садомиты и развратники. И мой отец был прав, как оказалось. А что поехала тогда? А потому что влюбилась. Сердцу не прикажешь. Да, я влюбилась. И я говорила ему, Естественно, вы бы хоть сейчас какой-то вид сделали, понимаете, приличный. Ну, потому что вы взяли девушку, вы же видели, из какой семьи вы ее берете. Так я надеялся, что я говорю, Да на что вы надеялись? С чего это она перевоспитается, если она с детства воспитывается в таких правилах? Люди же меняются, время-то идет. Ну, не за шесть же месяцев. Я это всегда меняю. Ты же понимаешь, что замуж нужно выходить раз и навсегда. И секс должен быть только после свадьбы. Так если бы у нас он был после свадьбы. И ты согласился, ты мне клялся вечной любви. У нас с тобой секс два раза в месяц. Что, ты меня предал? Как тебе не стыдно вообще? Был бы секс еще нормальный, блин, как самое. Ты что? Ты вообще что ли? Как тебе вообще не стыдно такое говорить? Боже мой. Бобры придут бревно забирать. Пожалуйста, вы можете заболеть? Рот ему заткнуть поганый. Покиньте зал. Покиньте зал. Я не хочу вас больше видеть. Покиньте зал. Так, ответчик. Перестаем плакать. Если вы не согласны с расторжением брака, я вам разъясняю, суд может дать вам срок на примирение. Да, я, конечно, не согласна. Но я считаю, что вашу семью, во-первых, сохранить нельзя. Во-вторых, если я такой срок для примирения вам предоставлю, это против вас может обернуться, мне кажется, что будет еще хуже. Ваша честь, я не могу, мне некуда идти, вы понимаете? Я уехала, я сбежала. Вернайтесь домой. Я просто сбежала от отца, и он меня проклял, он меня домой больше не пустит, и у меня никого в городе нет. Я вообще, он меня выгоняет просто с кислошками, поварешками. Зачем они мне? Я хочу жить в квартире. Ну куда мне? Мне просто некуда идти. Хорошо, я предоставлю. Я семью с вами променяла просто вот этого басурманина чертового. Я такая дура. Ну вы поймите, что если даже я предоставлю вам срок на примирение, через три месяца или через полгода он сюда придет и все равно с вами разведется. Ну, может быть, он, я не знаю, может быть, мы помиримся. Ваша честь, можно позвать моего свидетеля Полпина Елисея Германовича? Это мой брат, это просто единственный человек, который в семье от меня не отказался. И, может быть, он как-то прояснит, я не знаю. Можно позвать. Пожалуйста, позовите свидетеля. Свидетеля ответчика, войдите. И истца верните, если он пришел в себя. Истец, войдите. Займите свое место, истец, если вы произнесете хотя бы одно слово без моего разрешения, я вас снова выгоню. Слушаю вас, представьтесь, пожалуйста. Спасибо, Ваша честь. Звать меня Полбин Елисей Германович. Что вы можете пояснить? Ну, я хочу сказать, что товарищ сильно очень заблуждается. И лучше бы ему жить в браке с моей любимой сестрой, так как он, мужчина, взял на себя обязательства перед Богом, перед Господом нашим и должен их исполнять. Более того, хочу сказать вам, уважаемый, ежели вы захотите действительно развестись, то жить вам осталось очень недолго, потому что отец наш... Так, отмечек, уверен, это самосвидетель. Давайте только без угроз. Я вам сейчас объясню, потому что папенька Нашинский с ней, он человек строгий, он сначала дочь свою, как он обещал уже, потаскуху задушит, потом он вот ему весь срам отрежет и в колодец спустит, потом садомитку его вместе с квартирой с ее сожжет. у тебя жена законная есть, какой-то бабе другой ходишь, мне просто в голове не укладывают, как так можно вообще? Закон не запрещает. Ты просто бес! Устец! Устец, вы попали. Я же говорю, там вся семья неадекватная. Мужик должен быть сжимов. Я оскорбляюсь, как тебе не стыдно вообще. Страшно вам, устец? А что бояться-то? Я вам сейчас расскажу. Давайте рассказывать, а то я хотела уже уйти, решение выносить. Не ходил бы тогда. У нас один в нашу деревню как-то приехал из города тоже девок портить. Попортил одну, хотел обратно уехать, но не смог уехать. Через два дня его нашли в канаве с пробитой головой. Ну, я уж не знаю, что там случилось. Может быть, поскользнулся, алик корова его рогом задела. В общем, так получилось. Боженька, Боженька, не допустил греха вот этого вот. Вот. Так что уповаю, уповаю на твое удовольствие для вынесения решения. Разум. Прошу всех ставить. Разум. Что смешного? Это не смешно. Прошу садиться. Я не испортил, как бы я теперь нужна. Клоунами смеяться принято просто. Суд вынес определение об отложении дела и предоставляет супругам срок для примирения в течение трех месяцев. Если через три месяца истец будет настаивать на расторжении брака, суд на основании статьи 22-й часть 2-я Семейного кодекса Российской Федерации расторгнет брак. Понятно? Истец, у вас есть шанс. Дело отложено. Подумайся. Три месяца и дом свободен. Решение суда. Назначить срок для примирения. Ну, что делать? Потерплю три месяца. Жить я все равно с ним не буду. Это мой дом, моя крепость. И я буду там свои прятки навозить. Я надеюсь, что Гоша хорошо понял слова Елисея и приползет ко мне на коленях, и мы будем жить вместе. А не то, тогда Елисею придется плохо объяснять. Редактор субтитров А.Семкин